всем привет дорогие друзья меня зовут александр компания агрожилыня сегодня мы находимся в донецкой области на уборке озимой пшеницы мы находимся на одном из хозяйств холдинга бета агроинвест находимся в селе розовка со мной стоит рядом руководитель хозяйства виталий анатольевич в данной компании в прошлом году был заложен опыт по озимой пшеницы по технологии култан опыт сработал очень хорошо показал очень положительные результаты прибавку около 10 12 центнеров и было принято решение перейти на технологию култан на все остальные хозяйства на данном хозяйстве опыт по технологии култан мы не закладывали вот но хотелось бы получить какую-то обратную связь непосредственно от практика руководителя хозяйства который наблюдал за развитием озимой пшеницы от самого посева да и уже до уборки виталий анатольевич здравствуйте 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 скажите пожалуйста так вот вы были на хозяйстве были на месте расскажите как вышла пшеница как она развивалась как она вышла с зимы когда вы работали по технологии култан вообще и в принципе как было развитие помогла ли технология култан какая разница была не было там визуально скажем так какое-то развитие ну и в итоге конечно результатом довольны либо нет давайте сама начала ну смотрите по технологии култан она очень как бы хорошая технология култан то есть непосредственно азот попадает в почву то есть он там не испаряется находится в почве вот самого начала зимая пшеница у нас в хозяйстве находилась в зиму ушло фазе шильца то есть это не кущение это просто всходы можно так сказать но весна очень была в этом году тяжелая я думаю это для всех аграриев известно нашей области что были очень большие морозы при подкормке когда мы начинали кормить и даже были выпады зимой пшеницы то есть очернение и прочее ну вот как видите на данный момент зимая пшеница очень хорошо начала вегетировать после внесения каст их на по технологии култан то есть развитие очень довольно неплохое фаза окущения прошла отлично на данный момент плохого технологии култан нечего сказать то есть все супер все хорошо а виталий я помню когда мы приезжали к вам весной действительно было для меня удивлением когда мы ехали по всей украине везде пшеница кустилась и были зеленые поля то сюда мы приехали поля были совсем черные даже с далека не опытному глазу было видно что были действительно черное было такое состояние зимой пшеницы потому что когда начала возобновилась весенняя вегетация данной культуры были очень большие морозы морозы опускались у нас даже до минус 18 что повлекло к вымерзанию зимой пшеницы вот да она стояла черная страшная печальная но благодаря технологии култан мы получаем очень хороший урожай на данный момент а сейчас идет урожай на среднем где-то 57 центнер на данном этапе ну а скажите 50 процентов площадей мы уже убрали ну данном хозяйстве надеемся что мы еще подрастем выше урожайность конечно хочется этого очень ну наверно так оно и будет ну в принципе я думаю что если бы не было таких факторов так как вот допустим осень была тяжелая что она не раскустилась весна была такая морозы прибили скажем тогда были все равно какие-то потери именно по зимой пшеницы я думаю если бы нормальное развитие скажем так она раскустилась бы в осень ушла бы в зиму хорошо и такая же вышла бы допустим зимой то я думаю здесь бы планку можно было и выше подняться тут я с вами полностью согласен да тут я думаю что мы могли бы получить еще более высокий урожай потому что если бы эти факторы не повлияли осенние весенние думаю это было бы у нас все хорошо ну и конечно помимо технологии култан я думаю что каждый из фермеров украине 2021 году согласиться что все таки осадки порадовали до осадки порадовали осадки порадовали они как бы помогли выйти из сложных ситуаций на каких-то полях и так далее то есть но без осадков мы никуда не можем двигаться никакая культура расти не будет никакая технология не поможет да то есть без влаги урожая хорошего не получишь скажите вы наблюдали допустим так как здесь вы опыт и не закладывали по технологии култан ну то есть вы просто сделали нанесение закрыли закрыли полностью а вот допустим если есть какие-то ближайшие соседские поля либо еще какие-то там вот наблюдали какую-то разницу в развитии равномерность там в цвете как-то или еще что-то была ли разница тех кто не пользовался технологию култан конечно технология она получается что мы видим цветность отличается то есть насыщенность азотом растения она темно-зеленая и практически до конца своей вегетации что флаговый лист что подфлаговый все темно-темно-зеленого цвета то есть значит преимущество азота соответственно есть в растении которые необходим для растения да кстати по традиции если заметили когда традиционным методом носит азотное удобрение и технологию и сравнить с технологией култан то в технологии култан действительно реутилизация листа до начинает намного позже то есть если по традиция уже смотришь практически поле желтое то с култаном а еще флаговый лист еще зеленый мы в этом году даже уборку начали со смещением где-то но в две недели это точно то есть мы обычно начинали первых числах июля убирать ну в этом году мы начали его где-то 14 13 в этих числах и несмотря на то что в принципе солнце очень хорошо шпарит с июля месяца жара такая больше 30 градусов до 35 в тени доходила мы заметили тоже на опытных участках что действительно даже когда мы убираем в один день допустим традицию и технологию култан то влажность на култане еще выше то есть я бы еще чуть-чуть бы постоять дойти чуть-чуть да то есть действительно бы созревание немножко позже но чем созревание позже это означает о том что еще хватает всех налив то есть происходит равномерно все как бы зерно полностью выполнено и все как бы хорошо для растения отлично еще же мы ждем результат по подсолнечнику да 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 заложенный заложенный опыт у нас подсолнечника на площади 574 гектара обязательно приглашу олега когда будем убирать чтобы увидеть результаты надеемся что они будут высокие продукт но по крайней мере подсолнух уже высокий до механизатор на комбайне говорил что он уже по кабинах данный момент это таки есть да так что следующим этапом будем убирать конечно подсолнечник посмотрим на результаты потому что это первый официальный опыт в украине именно по подсолнечнику в принципе в донецкой области и во всей украине мы еще не закладывали опыты по подсолнечнику то есть зерновую кукурузу первые испытатели первые испытатели по культуре подсолнечник поэтому посмотрим какие результаты я больше чем уверен что они будут в любом случае положительные то что масса преимуществ масса факторов которые элементарные доказательств скажем так не требует питали еще один вопрос хотел задать касаемо техники вы используете украинские немецкие агрегаты это наше производство производства ограживания мы производим украинские немецкие агрегаты по технологии култан то есть в украине делаем раму бочку ну то есть вы в курсе да надо для тех кто смотрит наш канал хочу немножко еще раз объяснить сделали частичную локализацию немецкого завода к в д в украине в украине мы варим раму ставим украинскую бочку все остальные комплектующие это немецкие и итальянские то есть мы не экономим там на серьги ставим кованую австрийскую не экономим на полосях ставим немецкие электроника итальянская рабочие органы по технологии култан оригинальные к в д вот поэтому получается агрегат у нас в принципе европейского качества мы даже один агрегат отправили германию фотографию приложим сюда к этому видео но у нас есть в фейсбуке видел даже в германии наш агрегат получился какое преимущество агрегат получается европейского качества по доступной цене в украине скажите пожалуйста какие может быть были нюансы вот сезон отработали во первых а какая наработка здесь на данном хозяйстве две шестерки 2 по и 6 какая наработка у агрегатов на сегодняшний день было и какие были может быть нюансы там уж какие то есть пожелания для усовершенствования либо еще что-то ну как бы что могу сказать отработали они на зимой пшеницы два агрегата api 6 то есть 1766 гектар это на 2 да да это на 2 агрегата получается и подсолнечник то есть как закладывается опыт небольшое количество 570 гектар ну это как опыт да посмотрим как он будет и дальше может грубо говоря 2 400 на 2 вместе с подсолнечником да 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 по 1200 на 1 агрегат 6 метров вот таких явных как бы поломок не было видно если чистый касс и фильтрация все получает красиво хорошо они работают безотказно как бы сервис у ребят очень хорошие даже если есть какие вопросы в телефонном режиме все решается если в телефонном режиме не решается ребята очень быстро реагирует то есть на все эти моменты проблем практически не было до скултанами все они работали как бы иглы не износились которые это самые важные наверное рабочие органы в данной технологии кулисные механизмы были скажем так запотевание но какие-то частичные да но были но мы как бы быстро устраняли то есть замена этих шайб которые там уплотняющие до шайбы потом отправляете нам на компанию восстанавливаем до восстанавливаете вообще проблем нет все работает как час и итак дорогие друзья будем на сегодня мы заканчивать поехали мы дальше у нас сейчас тур по украине сейчас как раз проходят уборки кто-то закончил кто-то еще заканчивает мы собираем отзывы собираем отзывы любые позитивные негативные но на данный момент пока негативных ни одного не было всем спасибо всем пока с вами был александр компания огроживания компания огроживания инъектийное жилование быстрот азота